АвтоВАЗ возобновил производство четвёртой по счёту модели. Так, вслед за семействами Гранта, Ларгус и классической Нивы, на конвейер вернулся внедорожник Нива Тревел. И если возвращение Ларгуса носит пока временный характер, в Тольятти выпустили лишь ограниченную партию машин, то бывшую Шниву планируют делать на постоянной основе. В нынешней версии внедорожник лишён антиблокировочной системы и подушки безопасности. Предполагается, что поставки эйрбегов от нового производителя начнутся до конца августа. А вот отгрузки АБС возобновятся не раньше следующего года. Как уверяют многочисленные источники, ездовую электронику для ЛАД будет поставлять китайская Тренова. Зато Нива Тревел сразу оснащена системой экстренного оповещения Эроглонас. Правда, машинам полагается упрощённый модуль. У него вызов экстренных служб выполняется только через нажатие кнопки SOS. Что объяснимо. Без подушки безопасности функция автоматического звонка попросту не работает. В остальном модель осталась прежней. В наборе базового оборудования сохранились гидроусилитель руля, передние электрические стеклоподъёмники, обогрев наружных зеркал, центральный замок, бортовой компьютер и аудиоподготовка. Цены будут объявлены позже, но примерный ориентир — 1 миллион рублей. Между тем, австрийская компания Steyr Automotive решила отказаться от производства «Газелей» на своих мощностях. Оказывается, изначально фирма планировала собирать для европейского рынка автомобили «Газель-НН» и «Соболь-НН», причём в двух версиях — с дизелем «Фольксваген» и в электрическом исполнении. Кроме того, «Штайр» намеревался предложить западным перевозчикам низкопольные электробусы марки «Газ» — 9- и 12-метровой «Ситимаксы». Обе модели построены на новейшей унифицированной платформе, но младшую освоит «Павловский», а старшую — «Ликинский автобусный завод». Такое партнёрство вполне логично. Владелец австрийской компании «Зигфрид Вольф» — бывший член Совета директоров группы «Газ». Но как только российский производитель попал под адресные санкции со стороны властей США, реализация проекта оказалась попросту невозможной. Изначально выпуск «Газовских грузовичков» под маркой «Штайр» планировалось начать не позднее 2023 года. Однако теперь, как уточняет австрийская пресса, фирма господина «Вольфа» займётся разработкой собственных моделей электротранспорта. Ещё одним направлением работы станет сборка шведских аккумуляторных грузовиков «Вольта». Продолжение следует...